И эту тему далее будем обсуждать подробнее. С нашим следующим гостем к нам присоединяется Алексей Гончаренко, автор постановления по заявлению в Верховной Раде Украины об осуждении деятельности радикальной исламской организации «Хамас». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну вот, что мы уже имеем, то, что организацию «Хамас», ее уже террористической признали Канада, Великобритания, Австралия, ну и Евросоюз, Израиль, Япония, США, ну и также запрещен «Хамас» в Иордане и Египте. И расскажите, пожалуйста, больше об этом постановлении. Ведь, вероятнее всего, и Украина будет в числе этих стран, которые признают «Хамас» террористической организацией. Да, действительно, я абсолютно убежден, что Украина должна признать «Хамас» террористической организацией, потому что они реально террористы. Более того, во время последней атаки «Хамаса» на Израиль погибло несколько граждан Украины, и это теперь наша двойная обязанность сделать. Все наши союзники, вот мы перечислили США, Канада, Великобритания и так далее, все наши союзники давно это сделали, признали «Хамас» террористической организацией. Украина, ну, не сделала пока, но это нужно срочно исправить. Поэтому я подал такой проект постановления в Верховную Раду, и надеюсь, что он будет в скором времени принят. Мы просто назовем вещи своими именами и встанем в ряд тех государств, которыми мы рядом сегодня, которые нам помогают в нашей войне. А вообще это все одно и то же зло, я вижу. Это все одна и та живость зла. «Хамас», «Иран», «Россия» – все это связано, и методы, и почерк абсолютно одинаковый. Вот эти картины расстрелянных машин на дороге в Израиль мне до боли напомнило, то, что я видел своими глазами под Киевом, убитые женщины, дети абсолютно хладнокровно расстрелянные. Все это абсолютно один почерк террористический, человеконенавистнический. И Украина должна здесь хотя бы, мы в этом помочь не можем сегодня, Израиле, но мы можем хотя бы назвать вещи своими именами. Ну и, возможно, так заглядывая в будущее, долг ли тот путь, что логически выстраивает эту цепочку поддерживания той же Российской Федерации, «Хамаса», ну, по крайней мере, давайте вспомним в прошлом году, как глава МИДа Российской Федерации Лавров встречался с лидером «Хамаса», ну, явно не чай попить, да, там, якобы обсуждали некую независимость Палестины, но что осталось за дверями, мы не знаем, на самом деле. Долг ли тот час? Вот мы уже, вы, кстати, тоже были, присутствовали в тот момент исторический, когда ПАСЕ признала диктатором Путина и путинский режим России диктаторским. Долг ли тот час, когда Российскую Федерацию тоже террористической, ну, не знаю, страной или организацией или путинский режим террористическим признают? Как вы считаете? Ну, мы целый ряд решений на это направленных признавали и принимали. Парламентская ассамблея Совета Европы признавали Россию как страной, которая терроризму способствует и спонсирует его. Похожие решения принимали в среде других международных организаций. Нужно продолжать, конечно, эту работу и нужно назвать вещи своими именами. Россию диктатурой, страной, которая способствует терроризму и помогает террористам по всему миру. И сама является террористом. Потому что те атаки, которые Россия осуществляет не только против Украины, но и взрывы в Чехии, отравления в Великобритании, убийства в Германии, все это же дело рук России, это все говорит только одно мнение, дело с террористами. Да, и Украина о том, чтобы Хамас террористической организацией признать, задумывалась уже и ранее, и до полномасштабного вторжения, это стоит тоже нашим зрителям в этом напомнить, в 2021 году. Но даже не столь это также важно, а и то, как потом взаимоотношения между Израилем и Российской Федерацией будут выстраиваться, как вы видите. Потому что действительно Путин до сих пор не осудил терроризм Хамаса и это нападение. Призывают к каким-то переговорам. Но, как вы видите, Нетаньягу, Путин, как дальше будет складываться? Это, безусловно, может решать только государство Израиль, но, с моей точки зрения, конечно, Израиль пытался... У него сложная геополитическая ситуация, мы понимаем, мы должны начнем посмотреть на карту и увидеть это. И поэтому Израиль пытался не испортить окончательное отношение с Россией. Но мне кажется, что это время прошло. И сейчас Израиль тоже должен определяться и видеть, кто не поддерживает, а кто нет. И если Украина высказала полную поддержку Израиля, то Путин рассказывает о том, как Палестина в сердцах всех арабов и так далее. Поэтому, более того, он как-то так, в общем, неприкрыто радовался всему этому. И обвиняя США, и значит, что вот не смогли они на Ближнем Востоке каким-то образом сохранить мир. Поэтому, мне кажется, что для Израиля тоже пришло время сделать свои выводы и назвать вещи тоже своими именами. Назвать Россию страной-агрессором, которая содействует терроризму и несет угрозу всем. Поэтому, надеюсь, что Израиль это и сделает. Но, в любом случае, мое постановление по Хамасу, это не связано с этим, знаете, как квит-прокво. Мы признаем Хамас, а вы там Россию. Я считаю, что Украина должна придерживаться ценностей. И реально, если Хамас террорист, ему нужно это сказать. Вне зависимости от того, какую позицию Израиль занимает Банану. Хамас это террористы. Но это ни у кого не вызывается в мире. Поэтому мы должны это назвать, вещи своими именами. Надеюсь, что Израиль будет действовать таким же образом, исходя из ценностей. Называя Россию агрессором и тем, кто уничтожает мировой порядок. А значит, в меру сил, помогая жертве агрессора. Просто очень перекликаются действия, согласитесь. Вот боевики Хамаса используют мирных людей газы в качестве живого щита, чтобы защитить своих должностных лиц, их военную технику и инфраструктуру. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Давайте услышим и потом обсудим. Гражданские лица, конечно, не должны быть целью военной операции. Они не являются целью израильских операций. Они совершенно сознательно становятся мишенью действий Хамас. Давайте не будем упускать из виду, почему это происходит. Израиль проводит операцию в Газе, потому что Хамас совершил террористические акты, в результате которых погибли самым ужасным образом 1300 его жителей. Террористы Хамас резали, насиловали, калечили, пытали, сжигали ни в чем не повинных мирных жителей. От младенцев до стариков. Мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Энтони Блинкен, госсекретарь США. Ну и такое же мы видим каждый день, когда Российская Федерация прикрывается тоже украинскими гражданами, нанося удары беспощадно по украинской территории, критической инфраструктуре и все остальное. Ну вот такие вот террористические действия. Как вы видите, Алексей, то, что даже уже ниточки тянутся в финансовую помощь тем людям, которые связаны с боевиками Хамас, криптовалюта, об этом уже западные СМИ пишут. Также, если я не ошибаюсь, именно институт изучения войны, аналитики тоже анализировали историю помощи военной Российской Федерации Хамасу в обучении. И та техника, которой они нападали, да, и дроны, и что, скорее всего, там и вагнеровцы были задействованы в обучении. Эти все красные, скажем так, ниточки, которые связывают Хамас и Российскую Федерацию. Какая должна быть реакция Запада, наших западных партнеров на то же самое и не осуждение Российской Федерации этой жестокой войны Хамаса против Израиля? Ну, я думаю, что по западным нашим партнерам здесь все понятно. Они уже, в общем-то, Россию ввели санкции, помогают Украине в войне. Потому что для них ничего нового не произошло. То есть они знали, кто такая Россия, понимают, с кем имеют дело. Поэтому думать, что теперь каким-то образом они еще усилят давление, нам бы хотелось это, но я не думаю, что нам приходится этого ожидать. То есть для них ничего нового не случилось. Здесь скорее речь идет о странах, которые до этого придерживались, ну, если не нейтралитета, ну, там Израиль практически придерживался нейтралитета. Но вот ему нужно определяться, может быть, еще каким-то странам. А большинство стран, наших союзников, все понятно давно. И они что могут, делают для того, чтобы помочь Украине. Здесь другой есть риск, и нам нужно об этом говорить и понимать. Понимаете, что Россия очень рассчитывает, что все происходящее на Ближнем Востоке, внимание от Украины. И в определенной мере это так. Мы видим, какое огромное сейчас внимание уделяется Соединенные Штаты Америки, ситуация в Ближнем Востоке. Я могу вам сказать, что даже в парламентской ассамблеции этой Европы, там дебаты по Израилю стали, в общем, главным событием. А если бы этого не было, то это были бы дебаты по Украине. Поэтому на Украине мы на этот момент понимаем. Сейчас нам очень важно, конечно, мы еще раз поддерживаем абсолютно и Израиль, но нам важно также напоминать миру о том, что война, которая сейчас идет на Ближнем Востоке, она не единственная война. И война, которая происходит в Украине, ожесточенная, полномасштабная, которая не остановилась ни на секунду, к сожалению, она никуда не делась. И, собственно говоря, побеждать это зло где-то на одном отдельно взятом фронте невозможно. И зло должно быть убеждено реально везде. И Украина здесь ключевой фронт. Это нам нужно напоминать всем и постоянно. А то, что Путину еще одно, это, знаете, показатель того, что хочет любиться Путин. Он хочет затянуть войну для того, чтобы максимально разжечь больше пожаров по миру. Ближний Восток, Балканы, Центральная Африка. Мы видим, как спекивают пожары тут, там и везде. Так или иначе торчат уши России и Путина. Это абсолютно не случайно. Они хотят максимально больше пожаров по миру, для того, чтобы максимально отвлечь внимание свободного мира, рассеять его, растянуть усилия свободного мира, для того, чтобы выполнить свою главную задачу, а это вычисление Украины. А, и, конечно же, спекулирует по теме помощи Запада Украине. Вот НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на войну в Израиле. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью о Дойче Веле. И отметил, что лучшим выражением западной поддержки Украины являются конкретные действия. И только за последние дни, уже после атаки Хамас на Израиль, союзники по НАТО сделали новые важные заявления о расширении оборонной помощи Украине. Давайте услышим. Страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет наши способности, нашей готовности, нашей решимости продолжать поддерживать Украину. Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Патриот, Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, в интервью Дойче Веле. Я считаю, что Европейский союз еще неделю назад говорил о том, что, по крайней мере, по словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, поддержка Киева будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо, и никакие факторы этого не изменят. То есть это после этого жестокого нападения Хамаса на Израиль, такие важные заявления были сделаны. Но все-таки, Алексей, по вашему мнению, остаются ли риски того, что как-то действительно удастся оттянуть внимание Российской Федерации, от этого получит как минимум свои дивиденды от событий на Ближнем Востоке, или наши партнеры непоколебимы? Нет, риски есть. Но это правильные заявления все прозвучали. Но тут мы должны понимать, что сегодня мир, демократический мир устроен так, ключевым является запрос от общества. И общество, когда в медиа доминировали кадры, ужасные кадры из Украины, а общество требовало от политиков западных помощи Украине. И это очень нам помогло на тех первоначальных этапах. Потом это стало определенным мейнстримом, помощь Украине идет. Но сейчас западное общество от точной внимания привлечено к другому, а именно к ситуации на Ближнем Востоке. И ни сегодня, ни завтра, через несколько недель, это может привести к тому, что запрос на поддержку Украины начнет ослабевать. И тогда ослабеет и поддержка. Но это нужно понимать, этот риск есть. Поэтому наша задача не допустить такого развития событий. Наша задача удерживать Украину в фокусе внимания. Наша задача поднимать наши темы и достучаться до международных медиа, до обществ западных. Потому что в противном случае мы потеряем это внимание к себе, а с вниманием вместе мы можем потерять никакую неу частичную поддержку. Спасибо вам, Алексей. Как всегда, рады вас видеть и слышать на телеканале «Фридом» за ваше время для нас. И хочу напомнить нашим зрителям, с нами на связи был Алексей Гончаренко, автор постановления по заявлению Верховной Рады Украины об осуждении деятельности радикальной исламской организации «Хамас». Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok